Приветствую всех, кто взглянул ко мне на канал, снимаю видео о пустых баночках бытовой химии за октябрь и ноябрь месяц 23 года, как всегда, начиная со средств для стирки. Единственный непосредственно моющий продукт, который подошел к концу за этот период, это гель Персил Color Deep Clean Plus Active Fresh. Еще из старых моих запасов, производства компании Henkel. Идет с носиком, который тоже сейчас уже не встречается. 1 литр 300 мл. Гель довольно-таки густой, ярко-голубого цвета, с приятным свежим зеленовато-цветочным ароматом. Из флакона он, конечно, более густой и концентрированный, но в сухом остатке на белье остается довольно приглушенным и никоим образом не раздражает. Отстирывающие свойства. Замечательные стиралы, я с ним обычно одежда повседневной носки, средней и легкой степени загрязнения. Если вдруг встречались какие-то трудновыводимые пятна, хотя на подобных вещах они встречаются у меня крайне редко, могла локально обработать, например, застирать мыльцем хозяйственным, тот же аистенок, либо корейское мыло, или обработать кислородным пятновыводителем. Никогда предварительно ничего не замачивала. Поэтому, повторюсь, да, отстирывающие свойства замечательные. Также замечательные дезодорирующие свойства, если вдруг одежда впитала какие-то неприятные запахи. Единственное, к чему можно здесь придраться, это свойства кондиционирующие. Да, после того, как вещи высохнут, они становятся немного жестковаты. А так, как всегда, с большой радостью и любовью я очередной флакон персил использовала, что говорить среди именно моющих средств, порошки, капсулы, гели. Этот бренд мой фаворит уже довольно-таки длительное время. В этом видео я покажу вам три продукта, которые считаю явными аутсайдерами, огромными разочарованиями. Я не могу сказать, что это разочарование года, потому что, возможно, в течение года мне попадалось еще что-то более худшего качества. Но в любом случае, все эти три продукта дико меня напрягали, пока были в использовании. Мне хотелось как можно быстрее от них избавиться. Единственное, что меня останавливало от банального поступка выбросить все это в мусорное ведро, это потраченные деньги. Я думаю, нет, я вас все-таки добью. И я решила каждому из этих продуктов присудить, скажем так, медаль, распределить их на пьедестале. И средство, которое занимает почетное второе место, это кондиционер. Кондиционер от Вернель. Кто бы мог подумать, серия Суприм, Суперконцентрат, роскошный аромат и мягкость, аромат Плэжа. Представляете, насколько долго он меня напрягал, тем более, что здесь целый литр 200 мл, то есть объем большой. Консистенция довольно густая, белесая, и самый главный грех этого продукта – это его аромат. Я не знаю, что это, возможно, пионы, которые здесь изображены, но аромат такой удушающий, надоедливый. Есть в нем какая-то и пыльность, и кремовость. И я думаю, в чем же проблема основная? А проблема в том, что аромат, вот как он звучит, из флакона концентрировано, настолько же концентрировано он звучит на вещах. То есть после контакта с водой, ополаскивания, он не рассеивается. Обычно кондиционеры рассеиваются, и начинают звучать более приятно. Здесь так не происходит. И вот вывесишь белье, я на лоджию зайти не могла, насколько он меня раздражал. Не дай бог его было использовать с вещью, которая находится в постоянном использовании. Например, какая-нибудь пижама, либо же футболка домашняя. То есть его постоянное присутствие рядом меня просто выводило из себя. Поэтому потом уже, поняв в чем дело, я старалась его использовать на вещи, с которыми я контактирую крайне редко. Например, это гостевое постельное белье. Постирала, погладила и упрала в дальний угол на длительное время. Возможно, оно за это время и рассеется. В общем, ужасный аромат. И вот как назло, обычно вернель у меня плохо держится на белье. Там, ну, ярко звучат, когда выгружаешь. Но по мере того, как высыхает, практически ничего не остается. Здесь все с точностью наоборот. И как назло, мне очень не понравился аромат. Отвратительно, не советую. Да, а вот кондиционирующие свойства, здесь, как всегда, все плохо. И получается вот эта надпись, роскошный аромат, мягкость. И я не получила ни того и ни другого. Далее очередной килограммовый пакет перкарбоната натрия от производителя Фенек. Хотя, конечно, необходимо поэкспериментировать, попробовать других производителей. Тем более, у перкарбоната натрия их много. Нужно просто поискать. И мне подсказали, кстати, такого более совершенного представителя, насколько я помню, корейского производства. В общем, надо в свои записи глянуть. Но я что-то из лености, видимо, у меня заканчивается. Я тут же забрасываю этот Фенек себе в корзину на Вайлберрис и делаю заказ. Я довольно детально описала его в прошлом видео о пустых баночках. Но если вдруг вы меня смотрите впервые, то я, пожалуй, повторюсь. Это крупногранулированный порошок белый. Многофункциональный. Его много где можно в быту использовать. Но я сосредоточилась на двух функциях. Это стирка, замачивание, концентрированная обработка пятна. И также добавляю в кювету, к стиральному порошку, чтобы усилить его отстирующие свойства. По поводу замачивания. Лучше всего работает при контакте с кипятком. Заливаем кипятком из чайника и начинается активная химическая реакция. Выделяется очень много пены, так как выходит этот кислород. Очень хорошо выводит загрязнение. Дезодорирует, дезинфицирует, отбеливает. Это единственное может справиться в таком виде не со всеми пятнами. Я загружала несколько полотенец и не обратила внимания, не просмотрела, что какое-то пятнышко все-таки затесалось. Пришлось потом перестирывать. В концентрированном виде, когда обрабатываешь пятно, то есть непосредственно гранулки на пятнышко, подлили кипяточко, немножко затерли и оставили где-нибудь на 20-30. Замечательно. Да, но есть свои преграды в связи с этим. Если вдруг краситель на ткани сидит плохо, оно может полинять. Поэтому нужно быть аккуратным. Здесь производитель предлагает развести сначала гранулы в кипятке, подождать, пока раствор остынет, только тогда загружать белье. Кстати, нужно будет попробовать. Если честно, я так еще не делала. Да, и второй момент, где я уже опробовала данный порошок, это чистка обивки. Очень даже неплохо справился. В чем его минусы? Почему я считаю его не совсем совершенным? То, что гранулы плохо растворяются. Не до конца. Либо же я им даю недостаточно времени, чтобы он полностью растворился. И поэтому, когда начинаешь перегружать белье в стиральную машину, либо же, когда моешь обивку, вот эти гранулы, которые не до конца растворились, они как песочек, они очень быстро убегают куда-то под ноги. И когда наступаешь на это все, испытываешь ощутимый дискомфорт. А так, вообще, продукт, на мой взгляд, классный. Да, еще где можно использовать, можно в том числе чистить посуду, можно мыть различные поверхности, та же рабочая поверхность на кухне, мыть полы. И да, если я не сказала, также антигрибковый есть эффект, да, и дезинфицирующий. Ну, и еще один продукт в этой категории – это Тир. Это чиститель для стиральных машин. Свежесть и очищение с цветочным ароматом. Пять мощных функций. Каких именно? Нейтрализует неприятный запах, устраняет известковый налет и накипь, удаляет мыльный налет, очищает внутренние части, обеспечивает гигиеническую чистоту. 250 мл, раствор голубого цвета. В концентрированном виде обработала кювету, обработала уплотнитель, оставила где-то минут на 15-20, дальше залила оставшиеся непосредственно в барабан и запустила машинку на режим очистки. Есть у меня такой режим ЭКО при 60 градусах. Замечательно открываешь, все внутри блестит, никакого налета. И да, действительно чувствуется, что-то такое легкое, цветочное. Из флакона, кстати, звучит не очень, а вот в сухом остатке мне все понравилось. Вот так что будет попадаться по хорошей акции, с удовольствием буду приобретать еще. Перехожу к средствам для мытья посуды. И здесь у меня притаился просто победитель в номинации антифаворит за данный период. И кто бы мог подумать, это порошок для посудомоечной машины от Finish Classic. весом 1 килограмм. Это ужас, если описать одним словом. Порошок довольно мелкий, белый, без каких-либо включений. Запах у него, как у дезинфектора. Ну, запах чистоты. Во-первых, он плохо отмывал, банально. Если жир, если что-то пригорело, 100% это хоть часть, но на посуде останется. Во-вторых, очень плохо он боролся с тем же запахом. Например, вы поставили машинку, ушли, возвращаешься, там часа через 2-3, как цикл закончился, начинаешь выгружать, вот уже что-то вот в запахе не то. Ну, и самое главное и отвратительное, он оставлял после себя дикий налет. Причем, как я не боролась, там очень много дозировала ополаскиватель, ничего не помогало. Особенно это хорошо было видно невооруженным глазом на стеклянных бокалах, супницах, прозрачных, да. Если же это какая-то непрозрачная керамика, либо же стеклянные тарелки, люминарковские, это чувствовалось на ощупь. Это было отвратительно, мне приходилось практически каждый раз, если уж не отмывать, то споласкивать точно. Вот, поэтому, если говорить про порошки, это второй мой опыт, и я сравниваю с Сомат, до этого у меня был Сомат, сколько продуктов у меня было, финиш, и Сомат финиш всегда побеждал. Будь это более бюджетные таблетки, либо же капсулы. Но что касается порошков, если уж пробовать, я посоветую вам Сомат. Финиш категорически не советую. Я не знаю, этот продукт даже хуже самых дешевых таблеток, которые я пробовала и тестировала. Вот единственное, да, единственное, в чем они преуспели, за что я их все-таки похвалю, это то, что они предусмотрели дозатор, чего Сомат не предусмотрел. Посмотрите, здесь такой носик, откидывающийся, кстати, я его не сразу заметила, чтобы ногти не сломать. Вот, да. И удобно. Берешь так, наклоняешь, и порошочек сыпется непосредственно в кювету, хотя из-за того, что он ее все равно пылит, да, несколько забивает, кювету плохо закрывается. В общем, кошмар. Единственное, да, не выбросила, потому что было жалко потраченных денег. Но когда я сменила его на капсулу Ферри, боже, я, ну, честно, перекрестилась, потому что я сразу увидела блестящую посуду, приятный аромат в посудомоечной машине, а это все, это ужас. А вот что касается обычного средства для мытья посуды, гель АОС, лаванда, глицерин, здесь все просто замечательно. Большой объем, 650 грамм, гель в меру густой, ярко-фиолетового цвета, приглушенный запах лаванды, который ассоциируется с запахом чистоты, хорошо распенивался, прекрасно работал с различными загрязнениями, легко смывался с посуды, наверное, и придраться так не к чему, ну, разве что расходовался довольно-таки бойко. Да, нет у него того эффекта, как у Ферри, что долго держится на губке и часто приходилось подливать. А так считаю, что все замечательно. Перехожу к средствам для уборки и, не откладывая, скажем так, в долгий ящик, я познакомлю вас с третьим антифаворитом, который занял в свою очередь заключительное, да, почетное третье место. И я говорю про стеклоочиститель турецкого производства, Калион. Содержит он яблочный, чуть не сказала сидр, яблочный уксус. Давайте начну с плюсов. Хороший объем, 750 мл. Цена, на мой взгляд, не очень дорогая. Сам продукт зеленого цвета, такого приятного. Бутылочка тоже неплохая, удобный распылитель. Запах пахнет зеленым яблочком, и это зеленое яблочко остается как взвесь в воздухе после того, как ты с этим средством поработаешь. Но у него есть один большой главный минус. Это разводы на стеклах. Вот такое ощущение, что на стекло нанесли масло. Масло, правда, не плотное, не такое плотное, как растительное, а полегче по консистенции. Но ощущение, что его размазали по стеклу, и ты пытаешься придать блеск, а ты только развозишь вот это маслянистое пятно, и все. Какие я только тряпочки не пробовала. И хорошие, и плохие, и сухие. В общем, испробовала все, в конечном итоге психанула и убрала для поверхности, где вот этот эффект не очень заметен. Например, там те же дверные ручки, что еще, стол стеклянный, варочную панель, шкафчики какие-то, кафель. Тут, пожалуйста. Но вот что касается стекол и зеркал, категорически нет. Так что, да. Турецкий продукт, по-моему, впервые меня подвел. То есть, из-за того, что я их производство пробовала, этот категорически не понравился, не советую. Приходим в ванную комнату. Мистер Проппер. И это была профессиональная серия, профессионал, производство Италия, кстати сказать, 750 мл. Здесь прекрасно все. Замечательный флакончик сам по себе. Замечательный распылитель. Посмотрите. Продукт подается вспененный, то есть, какое-то время может подсадержаться на вертикальной поверхности, что для меня важно, потому что я очень часто с такими средствами работаю с душевой кабиной, дверью душевой кабины. Никакого практически запаха неприятного не почувствовала, ни удушения, ни першения, ничего нет. Легкая кислотность присутствует, после себя оставляет лишь чувство чистоты. Итак, нанесли вот этот подспененный продукт, размылили губкой, период воздействия может быть достаточно маленький и очень легко работает с известковым налетом, с мыльным налетом, в том числе и уже под застаревшим. Убирает, ну на 100% по-моему ни один продукт не убирает. Я сужу опять же по своим душевым дверям. 99%, 98-99% известкового налета на дверях он убирает. Я с удовольствием повторила, отправляю свои фавориты, потеснил, на мой взгляд, мой любимый Брев. Ну, к сожалению, я приобретала его в Метро Кошинкэре, когда были, последний раз прям специально смотрела, я его уже не увидела. Если увижу, встречу обязательно буду приобретать. Конечно, если цена будет разумная, там, если будет стоить рублей 500, то нет. А так однозначно могу рекомендовать. Также в числе любимцев у меня санфор ультрабелый. Я уже заканчиваю один флакон, тут же приобретаю другой. Чистота и гигиена. Содержит хлор, уничтожает микробы, эффективно отбеливает, удаляет черную плесень. Опять же, замечательная упаковка. Подается чуть вспененным. Пахнет хлором. Я люблю запах хлорки. Ну, и можно использовать вообще повсеместно, пожалуйста, в санузле. Тут же душевую кабину обработать. Потом компакт. На кухне можно, если не сильно въевшееся пятно, в каменную столешницу, либо же в каменную мойку, способна побороться. В общем, устраивает меня во всех отношениях. Поэтому брала и буду брать повторно и впредь. Спал. И это у нас продукт для удаления и профилактики плесени, а также грибка. Начну с минуса. Одного большого минуса, который, кстати, присущ, насколько я поняла, всем продуктам от спел, которые идут с распылителем. Это флакон. А точнее сказать, не флакон, а именно распылитель. Потому что сам-то по себе флакон выглядит очень даже, скажем так, профессионально. Да, но, посмотрите, здесь есть такой поршень. Сейчас я его отжала вроде бы. Да. Вот мы нажимаем, все, и он в таком состоянии остается. То есть назад он не отскакивает. Представляете, как тяжело его распылять. Вот опять. У меня сейчас от спел также стоит в использовании жироудалитель. И там абсолютно такая же история. Поэтому, ребята, производители, а кто у нас производитель, кстати? Интерсен Плюс. Мытища. Московская область. Как так? Потому что, честно скажу, сами по себе продукты неплохие. Они очень даже неплохо работают. В том числе и конкретно это средство. Во-первых, оно не имеет яркого, едкого запаха. И у меня была возможность прям наблюдать, как этот продукт работает с плесенью. С плесенью и грибком. Признаюсь честно, у нас произошла неприятность. Мы залили ламинат. Причем так неплохо залили, вода ушла под доски. Поэтому было принято решение вскрывать полы. Вскрыли, хотя времени прошло немного с момента залития где-то неделя. В некоторых местах пошел грибок. Особенно было это хорошо видно на пробковой поверхности, которая лежала под ламинатной доской. В общем, сняли, убрали и в некоторых местах пятнышками вот эта бетонная плита потемнела. В общем, что я сделала? Я ходила и наносила вот этот спелл. Правда, мне пришлось его перелить. У меня как раз освободился флакончик мистер пропер. Я перелила и таким образом использовала. И прям вот эти пятнышки, они на глазах становились светлее. Ну, дальше, конечно, еще перед тем, как стелить ламинат, его обработали, пол обработали антисептиком. Но, что хочу сказать, если вам нужен продукт, который работает с плесенью, пожалуйста, можете обратить внимание, в этом плане очень неплохо. Кстати, жироудалитель, сразу скажу, тоже довольно-таки хорошо работает. Но, что касается распылителя, здесь какая-то ерунда. Средства для очистки труб, сливов, а также устранения засоров. Попробовала я мистер мускул в такой баночке. Идет он с пометкой для сливных труб на кухне. Почему на кухне, не совсем поняла, потому что гранулы, на мой взгляд, никоим образом не отличаются от тех, что идут в обычных одноразовых пакетиках. Просто белые крупные гранулы, засыпаем, залили стаканчиком воды, ждем. На мой взгляд, да, идет очистка, точнее, даже не очистка, а прочистка труб, но не до конца, потому что проходит небольшой период времени и хочется снова сливы прочистить. Такого эффекта, какие дают гранулы турбо от уникум или же ваш голд, такого нет. Из плюсов нет неприятного запаха, то есть практически ничем не пахнет. Да, еще один минус, не очищают от мыльного налета, сливы остаются такими же грязными. В общем, было и было, больше, конечно, повторять не буду. Ну, и использовав эту баночку, я открыла свои любимые гранулы ваш голд. Ну, на мой взгляд, это практически одно и то же, что ваш голд, что турбо от уникум прекрасно работают. Опять же, засыпаем, стакан воды заливаем и пошла мощная химическая реакция, идут прям хлопья грязи изнутри, сливы потом блестят, прекрасно убирает известковый налет. Единственный момент, это запах, да, во время химической реакции идет мощный такой запах, который может вызвать першение, неприятные ощущения в верхних дыхательных путях, поэтому лучше в помещении не находиться и держать его открытым, чтобы это все выветривалось побыстрее. Средства для мытья компакта. Здесь у меня был вот такой утенок 5+, санитарно-гигиеническое на основе коллоидного серебра. удаляет налет и ржавчину. Здесь просто огромнейший объем 1000 грамм, килограмм. Продукт розового цвета, умеренно густой, легко можно заметить, насколько средство равномерно распределяется внутри компакта и неплохо работает, потому что опять же, видно, как начинает, еще не применяя никакой физический труд растворять вот эту пленочку известкового налета, которая остается в сливе. Также хочу отметить, что продукт обладает нейтральным запахом, что-то кислотное может слегка присутствовать, но по большому счету никакого запаха нет. Для кого это важно, можете обратить внимание. И запаха нет, и продукт хорошо работает. В общем, рекомендую. Что касается баночек, пустышек, это практически все, дальше всякие мелочи. Аромодиффузоры, да, я хочу показать вам не непосредственно сами аромодиффузоры, а коробочки из-под них. Очень часто получается так, что они попадают ко мне уже только в виде баночек, и на этих баночках из маркировки только производитель. Что там был за аромат, я вам зачастую рассказать не могу, поэтому я решила, поставила не так давно в использовании, уже смогла оценить, понравилось или не понравилось, и вот поделиться с вами мнением. Итак, первый аромодиффузор это Aroma Harmony серия Elixir аромат Wood and Sea. Пирамида представлена следующим образом. Морские брызги, дыни и бергамот это верхние ноты, сердце морская, соль, лаванда и амбра это средние ноты, и база тиковое и удовое дерево. Хороший объем 50 мл, флакона мне этого хватит надолго, очень хорошие палочки, аромат замечательно распространяется в моем санузле, а у меня не самый маленький санузел. И вот что касается самого аромата, это приятная минеральность и свежесть аромат вариация на тему Джо Малон, Wood Sash NC Salt. Не знаю, возможно я ошибусь в названии, но я думаю вы догадались о каком аромате идет речь. Однозначно он был с него несколько списан. мне нравится все нравится, что касается цены, то обычно цене где-то в районе 300, по-моему, 50 рублей. Я приобретала в подружке и по скидке он мне обошелся в 258 рублей. второй аромат неплохо. А второй аромазифузор это снова аромахармони, но эта серия идет подешевле. Здесь объем поменьше у этих флакончиков он обычно идет 30 мл. И это Таиланд кокосовое молоко. Пирамида выглядит следующим образом. Верхние ноты морозный, лимон, дыня, бергамот, сердце, кокос, кокосовая вода, фрезия и груша, база, кедр, бобытонка, ваниль и миндаль. Хорошо опять же распространяется этот аромат в моей ванной комнате. Конечно, я не слышу всю пирамиду, могу лишь сказать, как это звучит в общем. Это кокосово-сливочно-цитрусовый аромат. Очень такой милый и приятный. Мне понравилось. Я уже много ароматов пробовала из этой серии у Aroma Harmony и этот, на мой взгляд, один из лучших. Так, ну и разные мелочи. Перчатки Паклан Практи, размер М, виниловые, неопудренные, подходят для контакта с пищей, не содержат латекс. 5 пар. Замечательные перчатки, на мой взгляд, они прозрачные, они достаточно прочные, в том числе и когда взаимодействуют с различными химическими средствами, там тоже хлорку взять, санфор белизна и не так, чтобы, что одноразовые. Порой я могла там помыть те же полы или помыть там душевую кабину, снять их, оставить на какое-то время, они уже высохнут и все, и потом могу снова их надеть и еще раз использовать. Поэтому классные, мне все понравилось. губки, губки от ламберта крупнопористые, три штуки, единственное, к чему будут придираться, тонковатых, хотелось бы, чтобы были большего объема, а так они действительно крупнопористые, хорошо распенивают средства и абразивный слой, он не отлетает тут же, как только положишь эту губку в использование, ну, оценила бы рублей на 45, вот если где-то за 40-45 рублей, считаю, что очень неплохие губки, дороже, я брала их вообще за 70, но мне с них кэшбэк вернулся, неплохой в Ашане, а так вот 40-45 рублей максимум. Губки Бон Хоум для чистки нагара, такие прям абразивные темно-коричневые губки, очень жесткие, хороши, хороши на кухне, чтобы почистить ту же печь, прям, если что-то пригорело и никак не хочет отходить, хотя порой там и средства замечательные используешь, но вот бывает вот какая-то капля никак не отходит, вот не тереть же это каким-то лезвием или ножом, чтобы не царапать поверхность, а вот такая абразивная губка очень хорошо себя ведет, также может убирать пятна и немного полировать каменную столешницу, тоже, если вы обладатель каменной столешницы, могу обратить ваше внимание. Пакеты для мусора это вето, которые я обычно приобретаю в гламарте, нравятся, они достаточно прочные, легко отрываются по перфорации, лента не отлетает, замечательно, порой могу зайти в гламарте и уйти только с пакетами. Ну и остается у меня продукция Зева. сначала похвалю, да, это салфетки или платочки, да, мягкие бумажные платочки, они же салфетки, трехслойные, сколько здесь, 90 штук. хотя я Зеву ругаю за то, что мне кажется в последнее время у них продукция испортилась, да нет, с платочками было, кстати, все замечательно, они в одно и то же время и прочные, и достаточно мягкие, чтобы не царапать носик, если вдруг постиг насморк и не нужна их помощь, поэтому, да, и коробочка опять же симпатичная, а вот поругаю я бумагу, бумагу туалетную, это у нас делюкс королевская орхидея, ну, буду ругать даже не саму бумагу, написано, что это ароматизированная бумага, на самом деле она вообще практически ничем не пахнет, ну, по большому счету нашей пятой точке-то все равно, там носа нет, но я против дезинформации, да, а на мой взгляд это дезинформация насчет того, что бумага ароматизированная, нету здесь аромата, никакой орхидеи, она не пахнет. Все, все пустышки, которые я бы хотела сегодня показать, мальчики, девочки, огромное спасибо всем, кто был со мной, я думаю, мы в этой рубрике в этом году в 23-м еще увидимся, тем более, сейчас у меня много работы будет по дому, где мне потребуется большое количество средств бытовой химии, и я думаю, многое из этого попадет в пустышки. еще раз всем большое спасибо, пока и до новых видео. секунд. Субтитры создавал DimaTorzok